Воскресный выпуск нашего тележурнала Всех зрителей и экранов приветствую я, ведущий программы, Иван Игнатов. Здравствуйте! 14 октября Православная Церковь отмечала покров Пресвятой Богородицы. В самом воспоминании праздника для нас, русских людей, заложен глубокий смысл. Предание говорит о том, что именно славяне, наши предки, некрещенные еще тогда в православии, хотели взять Константинополь, и что Божья Матерь простерла свой покров над городом, где жили христиане, а русские ладьи были потоплены внезапной бурей. Прошло время, и греки надолго забыли об этом чуде, но вот русские не забыли. Вот как сказал об этом в одной из своих проповедей митрополит Антоний Сурожский. Их, русских, не ранило то, что они явились предметом как бы гнева Божьей Матери. Они изумились пред той любовью, пред той защитой, которую Божья Матерь простерла над теми, кто любила ее сына. Праздник покрова стал одним из самых почитаемых на Руси, и ему посвящены сотни храмов. Сегодня мы расскажем о том, как отметили престольное торжество в Свято-Покровском женском монастыре города Михайлова. В середине октября природа уже замирает в ожидании холодов и первого снежного покрова. Но пока еще не тронутые морозом, свежие яркие цветы радуют глаз, украшая территорию Покровского монастыря. Везде здесь видна женская заботливая рука. История обители очень интересна. До этого она находилась недалеко от Солочи, назвалась Аграфининой пустынью. Сюда, под Михайлов, местечко Черная Гора, монастырь был переведен в 1819 году. А ровно через сто лет, уже при советской власти, обитель закрыли и через какое-то время разрушили до основания. В 1998 году на пустыре, где он стоял, жителями города Михайлова была построена небольшая часовня в честь иконы Божьей Матери, взыскания погибших. А через три года деревянная церковь побольше, покрова Пресвятой Богородицы. Но главным делом возрождения обители стало возведение Покровского собора. Кирпичный двухэтажный храм монастыре был заложен в 1825 году. Строительство велось около десяти лет. Большое однокопольное здание в стиле классицизма было интересно пятью декоративными главками на куполе. Восхищала и настенная роспись в храме, выполненная известным живописцем Шубниковым. В 1954 году церковь взорвали. Когда же приступили к возрождению храма, решено было построить его в прежнем облике. Осветили церковь в 2012 году. И вот уже три года престольный праздник обители отмечается в Покровском соборе. Божественную литургию в этот день возглавил митрополит Рязанский Михайловский Вениамин. Встрече мою убежусь, Встрече мою слой. Практически все сегодня знают историю праздника Покрова Божией Матери. Распростертый над христианами в Константинополе Амафор Богородицы и сейчас символизирует ее покровительство и защиту для исповедующих Христа. Наш народ всегда считал, что русская земля находится под Покровом Божией Матери. Сколько людей приходило к образу Пречистой Материцы. Образами ее просили, молили, помощи. Просили Покрова и защиты. И сегодня мы с вами молились, чтобы Господь услышал наши молитвы и особенно в день престольного праздника, когда мы все празднуем престольный праздник этой святой обители, которая поднимается на дрожьях как бы постоянного изменения, постоянно здесь чувствуется забота и любовь к Богу. От души поздравляем вас с праздником, с этим великим праздником. И желаем, чтобы Матерь Божия всегда своим покровом охраняла вас и помогала во всех жизненных трудностях, защищала от бед и скорбей, Владыка. На молитвенную память примите святой образ. Праздничный для обители день Владыка вручил юбилейную патриаршую медаль и бумени Сергии Масляевой за труды восстановления монастыря. Праздник покрова – один из самых любимых в России. Наш народ и сегодня во всяких нуждах и скорбях обращается с молитвами к Богородице и верит, что Божья Матерь не оставляет нашу страну и покрывает ее своим святым амафором. Сейчас настало время нашей постоянной рубрики «Мир и Клир». Передаю слово ее ведущей Дарье Трофимовой и протерею Георгию Чернышеву. Здравствуйте, отец Георгий. Здравствуйте, Дарья. Тец Георгий, вот сегодня даже не тем, наверное, а такой вопрос хотелось бы мне, наверное, поднять, потому что очень много об этом говорят, и вот в чем он заключается. Очень многие люди, когда приходят в храм, так сказать, любят подпеть хор. Некоторые, как бы, очень делают это активно, в голос, некоторые, наоборот. В разных храмах, я так понимаю, тоже, наверное, разные, как бы, традиции. Это в некоторых тишина, в некоторых там, кто как может, тот так и, так сказать, поддерживает хор. Вот, на ваш взгляд, все-таки имеет это место быть или это все-таки, так сказать, ситуация, и которое не должно быть в храме. Дарья, а можно я сейчас немножко так это стрелки переведу на вас? Вы же у нас руководите хором. Ну, да. Вот, в Кафедральном соборе города Рязани. И вы-то, наверное, слышите эти подпевания, да? Ну, знаете, у нас в Борисовичском соборе есть одна такая бабульчика, которая знает все песнопения. Даже те, которые она слышит, может быть, даже в первый раз, она и знает все. И стихиры, которые каждый раз меняются, и постоянные песнопения, которые звучат. И ее голос слышен из самого конца собора. То есть она где-то там в притворе стоит и подпевает. Ну, и, конечно, к этому уже привыкли, но хор неспростая сейчас такая отдельная единица в храме, которому поручено исполнять вот эти богослужебные песнопения. Вот, как бы, наверное, поддержу вас в этом смысле. Почему? Потому что, ну, приходится бывать где-то тоже в других храмах, да? Сейчас соборные службы очень часто проводятся, особенно в благочениях, да? Так, порядок такой есть. То есть благочение собирается, и в одном из храмов благочения служит. На самом деле, вот, я тоже замечал, что во всех храмах немножко разная традиция. То есть, допустим, если вот я привык к тишине во время службы, да, то есть чтобы ничто лишнего как бы не было, мне очень тяжело даже сосредоточиться в таком храме на молитве, потому что хор поет, хор поет стройно, чинно, и где-то начинаются вот эти вот подпевания, которые, во-первых, хор сбивают, но даже меня вот сбивают. Ну, вот, поэтому, как бы, ну, понятно, что во всех храмах свои традиции, но для меня, конечно, ближе, когда в храме каждый на своем месте занимается тем, чем он должен заниматься. Ведь на самом деле, вот смотрите, очень такой простой пример, да, вот, Троица, мы вам говорим. Вот храм — это тоже такая же структура, где Троица обязательно. То есть священник в алтаре, клирос, который поет, и прихожане, которые стоят в храме. Вот Троица — единосущная, животворящая, нераздельная. То есть, вот, как я это понимаю, может быть, немножко сакрально, не знаю, как. Вот, когда батюшка в алтаре молится, и ему ничто не мешает молиться. Вот кто ему помогает молиться? Ведь правильно стройное пение хора, оно действительно настраивает на молитву не только священника, но и прихожан. Вот я помню, я пришел с одним событием в храм. То есть мне нужно было, вот, ну, действительно сосредоточиться на молитве. И это было серьезное событие, вот, когда действительно от меня требовалось полное сосредоточение ума, сердца, души. Я вот попытался молиться. И вот только, как мне кажется, я отвлекался от всех житейских своих дел, да, только, как мне кажется, я входил в унисон вот с этим прекрасным пением, да, тут прям кто-то за спиной начинал петь совсем не на той ноте, на которую нужно. И я нехотя тут же сразу терялся и отвлекался на этого человека. Поэтому, ну, правильнее было бы все-таки соблюдать те традиции, которые есть в храме. То есть здесь вот нужно понимать, что, ну, не нужно мешать служить людям. Даже если у вас прекрасный голос, если вы даже в каком-то храме поете на клирусе, ну, на мой взгляд, все-таки хор, он вместе стоит, по голосам уже распределились, да, уже каждый поет ту партию, которую должен петь. И вдруг запел кто-то в середине храма, да, все равно уже на вас будут отвлекаться. Поэтому, на мой взгляд, все-таки правильнее было бы во время службы молиться. То есть смысл, основной смысл богослужения все-таки это богослужение. А богослужить молитвой, вот это очень важно. Ну, можно, конечно, прийти, попеть, но будет ли это молитва? И не помешаю ли я своим мнением о ряда стоящему человеку? Ведь мы же не знаем, кто с чем приходит вообще. Ведь люди приходят, болезнь ребенка, там нужно за мужа помолиться, там на войну в командировку улетел. Сама никак свою жизнь не могу устроить или сам. То есть человеку хочется сосредоточиться на молитве. Причем люди, когда начинают понимать литургию, тоже очень интересный момент. То есть можно зайти в храм и увидеть, понимает ли литургия в храме или нет, работает ли настоятель над этим. Вот как трудится хор, настоятель, да, и сами прихожане. Вот когда люди понимают литургию, вот обратите внимание, вот я на это внимание обращал, в храме нету хождений. То есть в храме во время службы не ставят даже свечи. И тот человек, который приходит впервые в этот храм, он не ходит по храму, потому что он видит, что все стоят, все молятся, все сосредоточены, очень многие с закрытыми глазами. Как правило, в таких храмах даже мужчины не стесняются вставать на колени, потому что есть вот такая некая единая душа, то есть вот такая вот некая троица. То есть каждый на своем месте делает то, что должен делать. Потом вот хор тоже должен понимать, что он обеспечивает моление в храме правильно. То есть если мы поем аккуратно, если мы поем красиво, если мы поем, что, как говорится, не борзя, то есть если нет разговоров на клиросе, что тоже очень часто встречается, когда между собой начинают разговаривать, и прихожане на это все смотрят, то есть такие какие-то некие негативные. Смотрите, что делает хор. Хор помогает людям молиться, сосредотачиваться. Если священник не отвлекается ни на что, если священник углублен в молитву, а у батюшки, поверьте, в алтаре во время литургии это очень напряженное состояние, то есть если служить правильно, это очень напряженное состояние. Батюшка молится за себя, батюшка молится и за людей, батюшка представляет себе вообще вот возле чего он стоит и возле кого он стоит, и что сейчас здесь на престоле произойдет. То есть, естественно, когда какие-то, прошу прощения, начинаются с завывания, особенно во время хирургинской песни, вот канона евхаристического, я думаю, что таких певцов нужно каким-то образом с любовью, обязательно, с любовью. Но как-то им объяснять, что вы, конечно, поете здорово, и мы бы вас взяли, наверное, даже к себе бы в хор, ну, там пока места вот не хватает. И люди ни в коем случае не должны наши прихожане обижаться, когда им делают такие замечания. Не надо обижаться. Сейчас, Георгий, ну, вы знаете, тоже ситуация такая, что ведь часто эти люди, так сказать, поют, ну, от избытка сердца, то есть им очень хочется как-то вот помолиться, именно вот так вот горячо им кажется, что они вот так их молитва доходит. Не знаю, может быть, есть какой-то выход, то есть вот как им помочь? Есть, есть выход вообще абсолютно. Вот одна прихожанка вот такая, она мне рассказывала, как она научилась вот эту свою такую прекрасную эмоцию вот выражать. Она, говорит, я прихожу, когда после службы у меня есть потребность пропеть Акафист. И вот здесь я, говорит, уже славлю Бога, и мне приятно, как я хорошо пою, и вот, и ангелы, наверное, меня в этот момент слушают. Пожалуйста, дома у нас предостаточно время для таких вот молитв. Но общественное, когда общественное моление идет, здесь все-таки нужно придерживаться тех традиций, которые в храме сложились уже. То есть если в храме сложилась такая традиция, и батюшка как бы эту традицию поддерживает, то, наверное, в этом ничего страшного нет, когда вместе люди поют и вместе как-то служат. Да? Вот. Но если храм, в котором все-таки вы пришли и видите стройность, порядок во всем, то есть каждый на своем месте, не нужно привносить своего чего-то нового. Потому что вот у меня был недавно случай такой тоже, когда мы все были удивлены в храме, то есть у нас появился новый прихожанин, который, ну, пел, я не имею музыкального образования, но слышать-то я слышу. То есть я хор перестал слышать. Я как бы очень слышал ее. Когда я подошел корректно к ней, вернее, это было уже на исповеди, я ей говорю, что, знаете, мне очень понравилось, как вы поете. Очень. И вот если у нас кто-то из хора заболеет, или вообще не выйдет хор, я бы к вам даже обратился, чтобы вы попели. Но вы, наверное, обратили внимание, что на вас весь храм, говорю, обернулся, посмотрю. Я говорю, они, наверное, обернулись не потому, что они в радости увидели, что кто-то такой вот приехал, знаменитый, к ним попеть. И, наверное, вы все-таки им мешали. То есть, посмотрите, если в храме люди сразу очнулись, то, наверное, на что она мне сказала. Знаете, батюшка, мне вот благословила владыка петь в храме. Может быть, владыка ее и благословила петь в храме. Как подходит к владыке? Владыка, благословите петь в храме? Имеется в виду на клиросе там, да? Конечно, пойте. Вот. Но это не говорит, наверное, о том, что ты вот одна, у тебя есть такое благословление, чтобы ты пела в любом храме так, как тебе угодно. Она обиделась. Эта женщина как бы, ей не понравилось. То, что ей вот не дали петь одно. Ну, что сделаешь? Здесь, понимаете, еще, если каждый... Ну, дай Бог всем мудрости. Да, и каждый человек, если начнет петь свое, ну, что из этого получится? Вот даже символ веры, когда в храме поют, вот посмотрите, если еще раз говорю, приход не молодой, приход уже достаточно сбитый, там символ веры поется так, он настолько напетый уже. А если вот так, вот кто улез, то под рова. Поэтому лучше все-таки, на мой взгляд, чтобы каждый на своем месте занимался тем, чем он должен заниматься, священник молится, вместе с прихожанами, прихожане молятся за батюшку проще, чтобы батюшке Господь дал разуму, мудрости, любви побольше, потому что любви нам очень не хватает друг к другу. А клирос, чтобы обеспечивал вот эту вот молитву стройностью пения, своим благочестивым отношением к службе, своим даже благочестивым видом, чтобы он понимал, какую ответственность несет. Между прочим, клирос, как вот мне кажется, это, знаете, как ангелы, потому что прихожане – это земля, алтарь у нас символизирует все-таки Царство Божие, да, а клирос – это ангелы, которые служат Богу и людям между небом и землей. Что ж, о клиросе, мне кажется, можно отдельно поговорить, потому что тема такая неисчерпаемая. Что же сейчас, Георгий, наше время, к сожалению, подошло к концу. Спасибо вам большое. До свидания. Ну, это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова